МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Чувашии подводят итоги социально-экономического развития за первое полугодие. И начать решили с буквы А, Алатрский район и город Алатырь. Что сделано и что еще предстоит, глава республики обсудил с активом муниципалитетов. Первый пункт маршрута – поля компании КПА и Аграм. В Алатрском районе посевная площадь составляет почти 9 тысяч гектаров. Помимо традиционных культур здесь выращивают рапс, сою и гречиху. Причем настолько успешно, что последнюю фасуют прямо на месте и уже поставляют в Ульяновскую область. На предприятии используются передовые информационные системы мониторинга выполнения работ. Вся техника оборудована спутниковыми датчиками отслеживания местоположения и уровня топлива. Состояние посевов контролируется спутниковой системой. Всего у нас 24 комбайна. Соответственно, здесь они пришли в прошлом году с уборки, вот здесь поставили. Сейчас все обслуживание ведется в Заречном. О ведении в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения, об исполнении бюджета и других направлениях социально-экономического развития говорили на встрече главы Чувашии с активом Алатрского района. В первом полугодии выросли товарооборот и средняя заработная плата. Средства, выделенные на реализацию 14 муниципальных программ, освоены практически на 50%. Эффективно работает в Алатрском районе и программа инициативного бюджетирования. В первом полугодии реализованы 9 проектов, еще 8 находятся на рассмотрении. Глава Чувашии поблагодарила жителей муниципалитета за активность. Вот этот инструмент нам позволяет где-то в свое время отремонтировать водопровод, где-то отремонтировать водонапорную скважину, где-то обустроить дворовые территории, а где-то оснастить спортивным уродом. Я надеюсь на вас, рассчитываю на вас. У меня нет никаких сомнений, что все 9 проектов в этом году вы эффективно будете реализованы. Михаил Игнатьев отметил, что в текущем году более 220 миллионов рублей выделяется району по межбюджетным трансфертам. В селе Сойгина будет введен в эксплуатацию новый фельдшерско-кушерский пункт. Завершается проектирование школы в Чуварлеях на 250 мест. Зашел разговор и об изменениях пенсионного законодательства. Сегодня в стране сокращается количество трудоспособного населения и растет число пенсионеров. Дефицит пенсионного фонда составляет порядка 1 триллиона рублей. Так, трудоспособное население Чувашии не в состоянии обеспечить пенсионеров, проживающих на территории республики. Регион, как и многие другие субъекты, получает миллиардные средства с федерального бюджета на выплаты пенсий. Увеличение пенсионного возраста поможет решить эти проблемы. Елена Гальперина, Рифат Фадкулин, Борис Андреев, Республика. В республике началась подготовка к учебному году. В этом году в большинстве школ будет проведен текущий ремонт, оборудованы медицинские кабинеты и модернизированы пищеблоки. Ход работ обсудили на республиканской планерке. К новому учебному году в республике готовится 932 образовательных учреждения. В 60 запланирован капитальный ремонт. На эти цели из бюджета выделено порядка 400 миллионов рублей. Приемка техникумов в школы детских садов начнется 25 июля и завершится 15 августа. Создана комиссия, в состав которой вошли сотрудники МВД, ФСБ и Ростехнадзора. В ходе ремонтных работ ведется работа с каждым представителем этих организаций. Для того, чтобы к моменту приема объекта вопросы, связанные с той или другой направлением работы, они были решены и сняты. 1 сентября свои двери откроет и кадетская школа. За работами подрядчиков налажен тотальный контроль. В эти выходные со строителями встретился глава региона. Сейчас каждый день 7 часов планировку проводим и смотрим, как строители работают. С одной стороны, органы власти сделали все для того, чтобы объект был построен вовремя, средства выделены, конкурс публично прошел, открытый и так далее. Строитель, киноподрядчик Старков, выиграл, дал соответствующую скидку. Теперь мы превратились в прораба. Я уже на той неделе в 7 часов там сам лично планировку проводил. В субботу всех собрал в 7 часов. Мы взяли на себя обязательства. Объект, значит, находится под контролем. И все ждут, чтобы кадетская школа была введена. Потому что страна нуждается в защите кадетства. Страна нуждается в сотрудниках охраны общественного порядка. Мусорные свалки – одно из самых привлекательных мест для птиц. Они ищут там еду, но при этом становятся разносчиками различных инфекций. На современном полигоне в Чувашии нашли самое экологичное решение этой проблемы. Сокол, мамай – гроза всех птиц в округе. Вороны, галки, голуби на полигон благодаря ему и клюва не сунут. Держатся подальше и повыше. Должность мамая в штатном расписании – биорепеллент. Биорепелленты, они отличаются принципиально от охоты тем, что в нашей работе биорепеллентация ловчая птица должна напугать своих потенциальных жертв. То есть галок, чаек, ворон. Сокол распугивает всех птиц одним только своим присутствием на территории полигона. К сожалению, летать ему разрешают только изредка. В прогулках мамая практически всегда сопровождает орнитолог. Такой метод самый экологичный, уверяют специалисты. Мы никого не стреляем, не травим, не отлавливаем. То есть мы их просто отпугиваем, таким образом перераспределяем, что птицу нужны для нас в направлении. Птицу из дикой природы приручить так не удастся. Биорепеллентов выращивают в специальных питомниках и дрессируют. Один сокол может патрулировать площадь в 100 гектаров. Ловчих птиц давно и с успехом используют на аэродромах и других важных объектах. А вот на полигонах твердых бытовых отходов впервые птицы-биорепелленты появились в Чебоксарах и Новочебоксарске. Татьяна Трофимова, Александр Петров, Игорь Зверев, Республика. Стихи читали, песни пели, варенье варили. Мои коллеги там побывали и чай попили. Фестиваль «Литературное варенье» шагает по Чебоксарам. Пять килограммов яблок, пять килограммов сахара, два стакана воды, мед и корица по вкусу. Такое варенье готовили в семье маленького Сашеньки, которого мы все знаем как Александра Блока. Рецепт решили воспроизвести в Чебоксарах. Основной изюминкой этого варенья – компонент корица. Ну, конечно, корица не того качества, которое была в те годы, но мы надеемся в конечном итоге получить то варенье, которое употреблял непосредственно сам писатель Блок. В таких походных условиях воспроизвести ее достоверно достаточно сложно, но мы надеемся, что мы приблизимся к оригиналу. Пока варилась варенье по фамильному блоковскому рецепту, гости фестиваля слушали стихи. Хочет к маме, чтобы она руки взяла, нежно бы прижала, чтобы любовь свою дала и спокойно встала. Тихо-тихо засыпая, маме улыбнулся. Это есть любовь земная. Для нее я проснулся. Учились писать пером, мастерить кукол, своими руками делать украшения. Завтра в сквер Константина Иванова приглашают поклонников Маяковского. В день рождения поэта-революционера там будут читать его стихи. Татьяна Трофимова, Алена Алексеева, Борис Андреев, Республика. В селе Тарханы Батаревского района в 12-й раз прошел международный Кокелевский пленэр. В течение двух недель мастера кисти из разных городов России и стран СНГ творили картины на лоне природы. А после представили их на выставке в художественном музее. Предельщица в национальном костюме, деревянная изба, сельская церковь. Из этих картин складывается общий образ типичной чувашской деревни. Рисовать на родине Кокеля одно удовольствие, говорят художники. Источник вдохновения на каждом шагу. Остается только поставить холст на мольберт и взять краски в руки. Впервые в этом году вместе с опытными мастерами писали картины ученики Батаревской художественной школы. Очень рада была пообщаться с художниками, приехавшими из республик различных. Мне было очень интересно учиться у них рисовать. И надеюсь, и дальше я их смогу увидеть в следующих пленерах. Мне очень понравилось рисовать на открытом воздухе. Там красивые пейзажи. Эксперимент удался. И в следующий раз в Тарханы пригласят юных художников со всей республики. За 12 лет на родине Алексея Кокеля побывало около 140 художников, которые написали здесь сотни полотен. Объединить лучшие из них и показать людям. Так родилась идея создания сельской картиной галереи. На мой взгляд, она без привлечения станет малой третяковкой такой, в которую можно приходить и изучать прекрасные творения художников разных регионов. Участники Кокелевских пленеров изобразительных искусства всей планеты, приносят прекрасное имя Чувашьей, Чувашской республики. Татьяна Леонтьева, Алексей Ванисов, Игорь Зверев, Республика. Завтра, 19 июля, в Чувашском драматическом театре премьера. Спектакль «Аниса» по пьесе Александра Колгана. Действия разворачиваются в Чувашской деревне конца 19 века. История актуальная во все времена. Несчастная любовь. В одной Чувашской деревне живет девушка с красивым именем Аниса. Она из бедной семьи, но мечтает выйти замуж по любви за своего жениха Кирука, который уехал на заработки в Сибирь. Чтобы как-то помочь своей слепой матери, она устраивается работать в богатую семью. Так начинаются все ее злоключения. Для молодой актрисы Эмилии Назаровой это третья серьезная драматическая роль в карьере. Я очень благодарна, что мне дали такую роль, роль на вырост, я считаю. Аниса девушка, чувашская девушка, девушка из бедной семьи, покоряется во всем матери, слушается, подрабатывает у богатых людей, полоть ходит, ходит убираться. Она очень любит своего жениха, который уехал в Сибирь на заработки, на шахту. И она дожидается его. Она хранит эту любовь, она защищает эту любовь. На новом месте работы Анисе не дает прохода сын хозяев. Я играю героя, антигероя Минти. Это человек из богатой семьи, который не может ничто не пропустить, что увидит деньги, власть. Все должно пройти через его руки. В небольшой деревне, где они живут, все девушки, которые живут, растут, они все прошли через руки Минти. Этой участи не удается избежать и главной героине. Она не отвечает взаимностью на чувства Минти, и тот добивается желаемого силой. Мы не будем раскрывать сюжет до конца, но тот, кто знаком с чувашской классикой, пожалуй, догадается, что произойдет в конце. Я долго зрела к постановке этой пьесы. Зрители очень просят национальную классику. Очень хотят классику. И поэтому мы вот как бы, да и сами, честно говоря, соскучились по классике. Чем она привлекла? Прежде всего, современностью, наверное. Актуальностью. Актуальную во все времена историю дополнит современная хореография, оригинальная музыка и костюмы. Ольга Пырочкина, Алина Сусметова, Валерий Резюков, Республика. Это все новости на сегодня. Далее вас ждет полезная информация, а я с вами прощаюсь. Квартет байкальских нерп в составе Златы, Кроша, Тайсона и Ариэль впервые прибыли в Чебоксары с захватывающим представлением. Исполнить вальс или ламбаду легко. Забросить мяч в кольцо или подудеть нерпы умеют многое. Мне очень понравилось шоу. Это шоу намного лучше «Дельфинария». Нерпы очень хорошо поют, плавают под водой и очень хорошо рисуют. Художество этих ластоногих – отдельное зрелище. У них выходят картины в духе импрессионизма. Ариэль, конечно же, наша самая такая скромная девочка. И она у нас творческая личность, художница. Видели, да? Да, она у нас рисует потрясающие картины. И все они у нас удивительные и чудесные. То есть они очень хорошо обучаются. Они очень умные примерно, как собаки. Ну, на уровне овчарок. Да, даже на уровне четырехлетних детей. И ведут себя они на самом деле так же, как и четырехлетние дети. И общаться с ними надо примерно так же. Поэтому трюков, которые показывают байкальские нерпы, не счесть. Милые усатые мордашки, то и дело выскакивающие из-под воды, не могут оставить равнодушными ни детей, ни взрослых. Они классно прескаются своими хвостами. Еще очень классно игнорируют на рыбу. Когда им давали, они нюхали и ели ее. Необычно так очень. Никогда их тоже не ел, кстати, вживую никогда не смотрел на них. Только вот раз в жизни, в первый раз увидел. Вот красиво, замечательно, весело. Артисты водного шоу родом с Байкала. Нерпы – один из трех видов пресноводных тюленей. Творческий квартет объездил более 50 городов России. И теперь приехал радовать и удивлять зрителей Чувашии. Нерпинарий расположился на нижней парковке торгового центра «Мегамол». Представления показывают пять раз в неделю. Понедельник и вторник у артистов нерпят выходной. На гастролях в Чувашии они до 26 августа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова